Уже мы, коллеги, действительно странный вопрос. А где были все эти люди? И прежде всего, конечно, Министерство цифрового развития, которое допустило, что 70 миллионов биометрических данных наших граждан вдруг оказались в каких-то непонятных системах, как-то хранились. И поэтому вот один депутат Государственной Думы неожиданно вдруг решил исправить всю ситуацию и внес соответствующий законопроект. Я напомню, что процедура, законодательная процедура, это как раз та гарантия, которая позволяет нам не делать ошибок, та гарантия, которая позволяет согласовывать те или иные решения, доводить правильную информацию для граждан, а не просто так перед Новым годом быстренько сначала внести законопроект, огромный законопроект, потом его в течение нескольких дней переписать полностью, целиком переписать, якобы согласовать со всеми заинтересованными лицами, 146 страниц, и тем самым довериться в данном случае профильному комитету, что все нормально, все учтено, все довольны и все радостны. Ну вот мы сегодняшние только опросы посмотрели, 20% категорически против принятия этого законопроекта. У них разные, естественно, причины, почему они так делают, у кого-то религиозные мотивы, кто-то просто не доверяет государству в части хранения биометрических данных, это важная информация. Есть какие-то другие моменты, мы повторяю, 20% категорически против, 30% опасаются, что их биометрические данные станут достоянием, в результате учетчик попадут к третьим лицам. Это тоже приличная, скажем так, когорта или приличная часть нашего населения. Если говорить о самом законопроекте, процедура, я же сказал, абсолютно негодная процедура. Внесли, быстренько переработали, в ночью внесли к второму чтению вчера, я напомню, соответствующий законопроект. Сегодня предлагается принять в целом, быстренько утвердить важнейший, один из важнейших вопросов, который касается и волнует сегодня наше население. Подход совершенно неправильный. Второй момент, это то, что касается региональных сегментов. Мы все-таки возражали и возражаем, до сих пор никаких региональных сегментов, никаких полномочий региональных органов власти не должно быть здесь. Никаких региональных систем, которые отдельно занимаются сбором этих биометрических информаций. Мы сегодня уже видели, соответствующий законопроект в Москве лежит, в Московской городской думе, о идентификации. У них до этого было по лицам, я напомню, уже существовала идентификация, и наши товарищи некоторые попали уже под раздачу, когда их в метро вылавливали. Хотя вроде бы нет биометрии, но сегодня в государственном пользу не она есть. А теперь еще и по голосу. Потому что будут устанавливаться с целью якобы фиксации громких звуков от автомобилей. Дополнительно есть системы, которые будут записывать голос или звуки на тех или иных направлениях. Это тоже очень важно в части того, что, несмотря на то, что в законопроекте прописано, что нельзя биометрические данные вроде использовать в правоохранительной деятельности, в целях безопасности и тому подобное. Но одновременно эти же органы имеют право и доступ к этой системе, могут относить туда изменения, могут требовать оттуда соответствующие выпуски. Я думаю, по решению суда будут получать и возможность следить, управлять и действовать в их, скажем так, интересах. Ну и последнее, это технологическая в данном случае безопасность. К сожалению, ни процессоров, ни серверов отечественного производства сегодня нет. А то, что многие из этих технических устройств сегодня имеют двойное назначение и способны передавать эту информацию трансграничной, я думаю, ни у кого сегодня сомнений нет. Поэтому мы будем проводить принятие данного проекта.